Отдельная часть севастопольских депутатов продолжает политику закрытости. В зал заседания телеоператоров не пускают. Журналистам разрешено наблюдать за заседанием с экрана телевизора в маленьком кабинете. На экран выводят видео с камер, установленных под определенным углом. Сюрпризов в этот раз не ожидалось. Ставший многострадальным проект бюджета Севастополя на три года принят в последний момент. При том, что правительство внесло документ на рассмотрение парламентариев еще 15 октября. Если бы мы получили бюджет месяц назад, да даже две недели назад, это серьезно помогло бы в старте работы в 2019 году. Но, к сожалению, бюджет снова принят на флажке, по сути на грани срыва бюджетного процесса. И тем не менее, нас можно сегодня поздравить. Город обрел финансовый документ на три года. И я уверен, что со своей стороны правительство приложит все необходимые усилия для качественного, эффективного использования бюджетных средств на нужды простых севастопольцев и на задачи развития города. Почти неделю над разногласиями в документе работала согласительная комиссия, куда вошли депутаты Вячеслав Аксенов и Татьяна Щербакова, вице-губернатор Илья Пономарев и замдиректора Департамента финансов Михаил Ноздряков. Обсуждение социальных вопросов по существу заняло немного времени. Главный камень преткновения – деньги на единственную в Севастополе государственную телерадиокомпанию. Часть депутатов из так называемой группы Чалова настаивала на сокращении финансирования нашей телекомпании на 80%. В итоге парламентарии Аксенов и Щербакова продавили это решение. Вопрос дальнейшего существования государственного телевидения и радио в Севастополе звучал и в зале пленарных заседаний. Мы живем в век информации. И когда я узнал, что доступ к объективной и по-настоящему честной информации фактически сокращен в пять раз, я был удивлен. Мне-то казалось, что надо раза в два увеличивать как раз финансирование севастопольского телеканала. Скажите, пожалуйста, хоть какие-то аргументы приводились теми людьми, которые сокращали доступ севастопольцев к объективной, не манипулятивной, подчеркну, и не к фальсифицированной информации. Я вот, честно говоря, не помню особых аргументов. Оставшиеся после сокращения суммы хватит примерно на три месяца работы севастопольской телерадиокомпании. Весь годовой бюджет, выделенный на данный момент медиахолдингу, равен оплате телесигнала на год. Почему же отдельные депутаты так стремятся оставить государственные СМИ без средств к существованию? С этой трибуны обращаюсь к члену согласительной комиссии Вячеславу Викторовичу Аксенову. Вот скажите, Вячеслав Викторович, вы настолько не уверены в качественной работе тех СМИ, которые обслуживают вашу группу, что вынуждены были прибегнуть к нечестным и нечистоплотным методам конкуренции. Вы, судя по вашим высказываниям, намеренно оставили государственную телерадиокомпанию практически без финансирования. Однако не ко всем СМИ отдельная группа депутатов настроена враждебно. На газету местного парламента денег из городского бюджета не пожалели. Стоит отметить, что на еженедельную газету парламента депутаты выделили почти половину от той суммы, на которую предложили жить целому государственному медиахолдингу, куда входят два телеканала, две радиостанции, информационное агентство и сайт, где 160 сотрудников. А сколько человек трудится в парламентской газете, Вячеслав Аксенов не назвал. Спросите у того, кто занимается севастопольскими известиями более плотно. Я, штаты севастопольских известий не утверждают. Принять бюджет было необходимо, и депутаты проголосовали единогласно. Однако другая часть парламентариев заявили – свободу слова в Севастополе будут отстаивать. Настолько в душе после этого противно, когда понимаешь, что этот бюджет, он принят не то, что под давлением, он принят под шантажом. Потому что отдельная группа депутатов во главе Чалова шантажировала в очередной раз правительство. Знаете, вот деживю, мы как будто вернулись в 2014 год, когда это начиналось еще с первым губернатором, когда такие же шли шантажи. Мы не дадим растерзать наши свободные СМИ в городе Севастополе, канал ИКС. Приложим все свои усилия, чтобы отстоять действительно правду в нашем городе. Потому что мы все понимаем, что если сейчас эту правду, островок правды уничтожить, то останутся Чаловские СМИ, которые будут на городу говорить то, что им хочется. Единственная телерадиокомпания государственная. Мы сейчас бьемся даже не за телекомпанию как таковую, а за свободу слова, за свободу мысли, ее распространения. И я уверен, что мы в этой борьбе победим. Вице-губернатор Илья Пономарев отметил, что в следующем году правительство вернется к вопросу финансирования Севастопольской телерадиокомпании. Следующий год – это год выборов в законодательное собрание. И ограничение конституционных прав людей, жителей Севастополя, граждан Российской Федерации на получение информации, по сути, является достаточно серьезным нарушением и действительно ограничением их прав. Поэтому обеспечить эти права в полном объеме – это прямая обязанность правительства Севастополя. Главное, сегодня депутаты все же приняли бюджет с поправками губернатора. Они учитывают выделение средств на газификацию города, развитие дорожной сети, поддержку детей-сирот, а также перераспределение средств бюджета в связи с заключением соглашения с Москвой. В следующем году в документ предстоит внести еще изменения. Так, правительство России предоставило Севастополю грант за одно из лучших мест по наращиванию налогового потенциала. Город получил порядка 700 миллионов рублей. Будут предложены варианты, как использовать эти средства. Однако, как показала практика последних месяцев 2018-го, далеко не все депутаты настроены работать над развитием города и в интересах своих избирателей. Некоторых больше интересует политика за закрытыми дверями, вдали от глаз севастопольцев и без государственных СМИ.